Преслониха, село Корсунского района, открывается с горы не сразу. Сначала появляются домики, потом церковные кресты и маковки, и лишь затем выплывает сам Богоявленский храм. И стоящий у дороги памятник художнику Аркадию Пластову, знаменитому уроженцу села, прославившему свою малую родину. Село уже 350 лет. Точная дата основания неизвестна, но, как правило, День села отмечали летом. В этом году празднование перенесли на осень, когда будет проходить Ассамблея художников Пластовская осень. Научный сотрудник местного музея, хранительница дома Пластова Контонина Николаевна Романова, нашу городскую делегацию во главе с сотрудниками Ульяновского музея Пластова, как всегда, встретила радушно и сразу провела в музее. Он находится тоже у дороги напротив храма. Раньше там было колхозное правление. Почти 10 лет, начиная с 1917 года, Аркадий Александрович Пластов работал здесь секретарем, писарем, как самый грамотный на селе человек. Полтора века живут Пластовы здесь. Прислали сюда к нам Григория Пластова. Служить в нашу Богоявленскую церковь соломщиком. С семьей приехал своего сыночка в 19 лет. Тогда Александру-то было. Ну и поселились здесь. Потом служили, землю дали рядышком с храмом, дом построили, жили, не тужили. Как с икон, с фотографий на нас смотрят присланцы, так они себя называли. Это те люди, с кем жил по соседству народный художник Аркадий Пласт. Именно их он рисовал в своих картинах. Все они ходили у него в натурщиках. Удивительные лица, натруженные руки. Как писал в своих дневниках Пластов, помнил себя и село с трехлетнего возраста. Он всегда был при храме, при отце-псаломщике Александре Григорьевиче Пластове. В детской памяти крепко-накрепко засели удивительные люди, которых называли богомазами. Одни обновляли росписи в храме. Эти богомазы чудо делали. А уж потом я соображать начала. Лет 10 мне было, когда я подошел к иконе Божьей Матери и глядя на их профессию, на их работу. Нет, я тоже буду художником, но только настоящим. И обязательно покажу всему миру жизнь деревенских людей. Как они жили в деревне, как работали на земле, сколько они перелопатили земли, мать своими ручками кормили страну себе. В экспозиции есть изображение ангела, фрагмент росписи из старой церкви. Она была построена Григорием Пластовым в 1878 году. А потом в ней служил посоломщик и Александр Пластов, отец художника. Антонина Николаевна с разрешения батюшки провела нас в храм. Правда, уже наводил, восстановленный после пожара 2016 года. Но здесь есть и старинные иконы. Многие из них преподнес в дар храму художник-иконописец из Сурского Александр Гордеев, ученик Пластовых. Иконы ему приносили жители Сурского района, после того, как их храмы закрывались. Александр Степанович сейчас занимается внутренней отделкой Богоевленского храма. Сделал удивительной красоты резной из дерева иконостас. Он же восстанавливал в храм в 80-х годах после советского забвения вместе с Николаем Пластовым, сыном Аркадия Александровича, по его рисункам и чертежам деда Григория Пластова. Переступив порог храма, мы сразу пересеклись на дороге с Таисией Михайловной Шарымовой. Она шла с внуком. Той самой, что позировала в детстве Аркадия Пластова. А он всех детей угощал конфетами и пряниками. Я хорошо помню. Сенокос, корова. Мама одна была, папа у нас не было. Вот. И это... Времени не было. Сенокоса привезут сено, да, и дождь. Дождь начинается вроде бы. Бегут вместе с дядь Колей, бегут с этими, с виллами. У них виллы были такие деревянные, три рога. Быстро раз-раз-раз помогут, уберем все. Вот так вот. Хорошие они были люди. Дядя Ркаша, особенно. Мама Таисии Михайловны, Дарья Федоровна, была в хороших отношениях с Пластовыми. А няне Пластовых, Катя, приходилась Михаилу Шарымову двоюродной сестрой. И частенько была в доме родственников. Няня Катя придет к нам. Она сзади, на задах черемуха такая. Сейчас черемуха полно кругом. А у нас вот одна черемуха была. Брат уходил в армию и посадил черемуху. Сейчас брата-то уже нет. У черемуха до сих пор стоит. Там на стол были эти скамейки. Самовар поставит. И чай распевает. Там еще кто-то придет. И песня. Песни пели. По словам Шарымовой, Преслониха в последние годы благоустраивается. В село провели газ, заасфальтировали сельские дороги. Есть свой клуб и магазин. И пенсионеры стали возвращаться в родное село. Если родительский дом не сохранился, покупают дома. Или восстанавливают свой дом родительский. Живут. Мне брат, он жил в Самаре сколько. Здесь уже взрослые были. Приехали, купили дом. Отстроилась и удобство сделала. Живут здесь. Сестра из Мурманск приехала тоже. Тоже этот дом родительский, это как-то на меня мама завещание сделала. Сестра, потому что она живет в этой улице, тоже купили дом. Устраивают его. Тоже всей семьей здесь живут. Перед отъездом из села мы заглянули на знаменитый Пластовский родник. Всего в селе 9 родников. Но именно этот был изображен на картине Аркадия Пластова «Родник». Из деревянного жёлоба вытекает чистейшая, искрящаяся на солнце вода. Родник освещенный. В оградке на поклонном кресте прикреплена икона Николая Чудотворца. Говорят, вода в роднике целебная, поэтому многие набирают воду и везут в горы. Что мы и сделали, поблагодарив святителя Николая Угодника за чудодейственную воду.